Добрый день, дорогие мои ученицы, второго потока нашего курса по построению вашей идеальной выкройки. Итак, позади у нас первая неделя нашего обучения, на которой вы должны были снять и показать мне, прислать мне на проверочку ваши мерки, насколько правильно вы их снимаете, насколько правильно делаете анализ фигуры, определяете свою осанку, свой баланс. И надо сказать, что большинство из вас с этим справились замечательно. Есть и еще, позвольте мне еще разочек обратить внимание тех, кто может быть видит наш эфир впервые, насколько важно не просто снимать наши мерочки, а делать именно анализ фигуры. И самые частые ошибки в этом следующие. Значит, еще раз, пожалуйста, для определения осанки, потому что осанка напрямую влияет на посадку нашего изделия, да? Мы определим, осанка это разница между длиной переда до талии, длиной спинки до талии. Чем она больше, тем фигура более перегибистая, чем она меньше, тем фигура более сутулая, если коротко и в двух словах. То есть очень важно определить как раз осанку вашей фигуры, которая в свою очередь и влияет еще на раствор нагрудной выточки, потому что чем меньше это значение осанки, то есть чем более сутулая фигура, тем нашу выточку нагрудную надо меньше делать. И чем более перегибистая наша фигура, больше грудь у нее, осанка перегибистая, тем надо больше делать нагрудную выточку, то есть ее увеличивать для того, чтобы в результате у нас нарисовалась безупречная, правильная, идеальная пройма, у которой передняя точка ниже задней на 1,5-2-3 сантиметра. Это если с короговоркой я повторяю те наши самые главные особенности, которые должны быть. Значит, ваши частые ошибки при снятии мерочек. Это немножко непараллельное положение установочного пояса. Стоит этому поясочку опуститься немножечко вниз, и ДТП будет больше. Стоит ему задраться на животике немножко вверх относительно нашего пола, низа изделия. Вот такое положение, если здесь у нас животик, то ДТП будет меньше, и осанка будет стремиться к сутулой, что тоже неправильно. То есть обращайте вот на это внимание. Обращайте внимание на положение вот этой вот плечевого шовчика, на определение точек высшей точки плечевого шва и конечной точки плечевого шва. Чтобы этот плечевой шов, этот находился именно посерединке вашего плечика и никуда не заваливался. Вот это все поможет вам снять ваши мерочки верно. Вот это такие частые ошибки. Какая задача у нас идет на следующую неделю? На следующей недельке наша задача построить вашу выкройку базовую без талиевых выточек. То есть как бы прямой свободный силуэт с вточным рукавом, который имеет огромное применение в нашей жизни. То есть это и пальто, это и какие-то жакеты, это вся домашняя одежда, спортивная одежда. Когда у нас есть и нагрудная выточка, но в то же время талиевых выточек еще мы не добавляем сюда. Это и основа для полуприталенного, приталенного силуэта. Зависит от того, какие прибавочки вы выберете. Вот от этого значение мы должны сделать с вами в конце этой следующей недели. Мы должны с вами построить прямой свободный силуэт. И в дальнейшем начать, сюда же у нас входит, начать знакомство с талиевыми выточками. И это знакомство мы с вами начинаем, строя себе простую юбку. Обыкновенную юбку, на примере которой мы разбираемся и понимаем, как строить талиевые выточки. На следующем занятии мы их уже будем переносить на нашу базовую конструкцию. Какое у вас будет домашнее задание, какая задача, чему нужно научиться. Посмотрите, значит, вот это построение вы делаете вместе со мной. То есть на учебном примере продолжаете строить все, что мы строим с вами здесь. Здесь же мы начинаем знакомиться с исключениями из правил. То есть когда фигурка наша обычная, условно типовая, не отличается особенно от того, от той фигурки, на которую шьют в основном одежду, то все у вас идет как по маслу. И все у вас идет хорошо. Но как только встретилась фигурка с некоторыми особенностями, а таких у нас 90%, поверьте мне, на самом деле, может быть человек худенький, но с полными руками, например, да, так начинают появляться какие-то отклонения. Например, рукавчик в типовой фигурке рассчитан на обычную руку, довольно-таки худенькую, например, да, а у вас рука полная, хоть и фигурка типовая рука полная, вам уже такой рукав будет тесен, некомфортен, неудобен, и поэтому надо какие-то изменения делать. Вот к этим изменениям мы с вами и приходим, оформляя нашу пройму в процессе построения вот этой нашей выкройки прямого свободного силуэта. Значит, главная цель, главная задача научиться строить правильную, красивую, гармоничную пройму. У которой передняя точка П1 ниже, чем задняя точка П2 на полтора, на один, полтора, два, два с половиной, а то и три сантиметра у больших фигур. Вот этому мы с вами учимся. И еще мы боимся с вами вырезать эту пройму очень низко, потому что вы должны очень четко отдавать себе отчет в том, что если для вточного рукава вы сделали себе низкую пройму, то поднять руки в этом рукавчике вам будет, смотрите, неудобно. Чем ниже вот эта пройма, тем менее комфортно ваше изделие. А мы учимся делать наше изделие не только красивым, никаких заломчиков, чтобы у него не было, но чтобы оно было удобным и комфортным. Для этого, в отличие от других методик, я отталкиваюсь от мерочки обхвата руки, обхват плеча она у нас называется, да, прибавляю к ней прибавочку, чтобы был комфорт. И у нас получается иногда широкий рукав. А за следом за широким рукавом следует низкая пройма. И мы делаем анализ, насколько она низка. Вот в этот момент мы подбираемся к исключению из правил номер два. Я пытаюсь для таких историй эту проймочку, хоть она расчетная оказалась у нас вот здесь, поднять ее повыше, чтобы появился комфорт, чтобы сохранился комфорт и удобство. Понимаете? Вот для этого работает тема, исключение из правил номер один и номер два. И вам предстоит очень аккуратно в этом разобраться. Не спеша, дотошно, очень дотошно, чтобы нарисовать пройму. По опыту прошлого курса, я вам эту пройму все время стараюсь поднять повыше. Стараюсь их поднять выше линии груди на один-полтора сантиметра, несмотря на то, что вы уже отработали исключение из правил номер два. Вот на это прошу вас, мои дорогие, обратить внимание, когда вы будете работать уже со своей выкройкой. И так повторю еще разочек. Первый раз вы строите базовую конструкцию прямого свободного силуэта вместе со мной и посылаете ее для проверки. А второй раз вы строите базовую конструкцию уже по своим мерочкам и тоже присылаете ее для проверки. И в первом, и во втором случае вы обязательно делаете это вместе с авточным рукавом. Потому что узел, пройма и рукав самый сложный, который может быть в нашей вот этой вот во всей выкройке, в построении вот этих наших выкройек. И поэтому это самое трудное место, самое сложное. И мы так щепетильно, тщательно и старательно будем его обсуждать и будем его отрабатывать. То есть как только вы поменяли свою пройму от расчетной. Видите, да? То есть она у вас чаще всего поднялась выше. У вас изменился вертикальный диаметр проймы, он стал меньше. И следом за ним, у вточного рукава, вы должны поменять высоту оката рукава. Она тоже должна уменьшиться. А ширина рукава под проймой должна остаться прежней, потому что нам нужен комфорт. Вот именно это обеспечит нам не только хорошую посадку, но и удобное, комфортное изделие. Понимаете? Не надо спешить промерять длину оката рукава и длину проймы. Не спешите. В моей методике этого нет. С этим мы будем разбираться чуть-чуть дальше и чуть-чуть позже. Пока научитесь строить вот такую вот пройму, которая была бы чуть выше, на 1-1,5 см выше, чем линия груди и соответствующий этой пройме рукавчик. Понимаете? Потому что соотношение вертикального диаметра проймы, то есть длины проймы, глубины проймы и высоты оката рукава всегда остается неизменным. То есть диаметр длиннее, чем окат рукава на 2 см. Соответственно, чтобы, когда вы построили пройму, и чтобы найти головку рукавчика, высоту оката рукава рукавчика, вам нужно измерить новенький вертикальный диаметр проймы и отнять 2 см и уже получить новенькую высоту оката рукава. После этого только приступать к построению рукавчика. Вот это все чаще всего вам придется делать, когда вы будете работать со своими выкройками. Исключение составляют условно-типовые фигурки или фигурки маленького размера 44-46, хотя даже и в них, если у вас длина спинки короткая, все очень индивидуально, понимаете, то у вас тоже будут такие же проблемы. И вам тоже придется поднимать свою проймочку выше. Вот этим всем, мои дорогие, мы и будем с вами заниматься в нашей переписке в телеграм-канате, канале в наших личных с вами, в нашем личном с вами общении. Вы уже знаете этот путь. Я всем буду отвечать, всем буду помогать, задавать дополнительные вопросы и так далее, и так далее, пока мы все это не отработаем. Как только я говорю вам все, мы с вами отработали нашу выкройку, вы будете ее посылать вместе со своими фотографиями фигурки вашей на прямой эфир, на котором я еще что-то, возможно, буду добавлять, потому что примеры будут разные, ситуации будут разные. Вы будете смотреть этот эфир и будете учиться, потому что многие из вас, кто приходит с целью научиться шить для себя, потом начинают шить подруге, сестре, маме и так далее, а для кого-то это делается целой профессией. Понимаете, потому что мы с вами учимся работать чисто, качественно. Следующей задачей будет уже примерка, когда мы добавим туда талии выточки, будет виртуальная примерка, и, повторяю еще раз, уникальность нашего курса заключается в том, что мы впервые проводим виртуальную примерку. Мы учимся делать это онлайн, мы видим качества, мы видим какие-то недостатки, понимаем, как их нужно исправить, как их нужно убрать и так далее. Поэтому для тех, кто еще не подключился к нам, имеет такое желание, связь с нашей Леночкой в телеграм-канале, и, возможно, кто-то еще подключится. Может быть, мы успеем и проверить ваше задание, дальше вы пойдете вместе с нами. Ну, это может быть и нет, потому что если людей будет очень много, и я не буду успевать с вами работать, потому что у меня начнутся очники с конца января, это отнимает очень много сил и времени просто-напросто, да? Ну, посмотрим, как будет, так и будет. По крайней мере, если будет хоть какая-то возможность мне поработать с вами, я взвешу свои силы реальные, и я буду стараться это делать. Но если уж совсем никак не получится, желающих будет слишком много, тогда ждите третьего потока. Ну, а пока желаю всем успеха, разрешите на этом мне с вами закончить. Повторяю, все контакты, все проверки идут в телеграм-канале, в чатах, и в чате, и в переписке лично со мной. Всем всего доброго, всем тепла, добра, увлеченности, желания творить, радости от ваших успехов, чтобы у нас с вами все получилось. Всегда ваша Галина Коломейко. До новых встреч в следующую пятницу.